Александр представил меня в качестве такого десерта к сегодняшнему заседанию, за что я очень благодарен. Большое спасибо. Мне действительно выпала честь закрыть эту важнейшую сессию нашей прекрасной конференции. Я представляю компанию Glory. Компания Glory в области разработки электронных кассиров, в области разработки технологии рециркуляции вообще является безусловным лидером в мире. Мы разработали первый электронный кассир в 1985 году. Вот он. Вот он как раз самый первый. И с тех пор мы сделали на собственном производстве Японии и продали больше ста тысяч таких устройств. Больше ста тысяч их работает. Но об электронных кассирах коллеги говорили сегодня много. Мы единственные, кто представил принципиально новый, технологически еще более совершенный электронный кассир, отличающийся от представленной в прошлом году модели принципиально. Не количественными показателями, а качественными и технологическими. Об этом очень подробно рассказал мой коллега Сергей Александрович Кикоть. И я подробно останавливаться на этом не буду. Кто желает, может посмотреть электронный кассир, представленный аж в двух экземплярах. На нашем собственном стенде с компанией Inpass и у компании Delta Systems. Я же хотел бы вам рассказать о технологии рециклинга вообще. Поскольку тема у нас рециклинг в области наличного денежного обращения, то хотелось бы немножко расширить горизонты присутствующих и вообще расширить сферу применения рециклинга. А именно я расскажу об уникальной технологии, которая в Японии внедрена практически везде. Кто был в Японии, наверное, видел в учреждениях розничной торговли рециклинговые модули для касс. И вот мы сейчас в Европе начинаем этот модуль представлять. Сейчас вы видите вариант TI10, который мы показываем в Японии. Извините, в Европе и в Америке инсталляции начались во Франции, в Бельгии. Мы готовимся, раздумываем о выводе этого устройства на российский рынок. Это модуль для рециркуляции монет и для рециркуляции банкнот. Он принимает оплату за покупки и автоматически выдает сдачу. При этом все хранится в сейфе и транспортируется в защищенном виде. Банкноты, в данном случае банкноты, которые идут в рециклинг, они аккуратно автоматически складываются в такую кассету и дальше поступают в устройство, расположенное в бэк-офисе, подключенное в онлайн автоматизированную банковскую систему. Устройство автоматически принимает, проверяет, верифицирует, сортирует банкноты, готовит их к сдаче в инкассацию, либо, наоборот, подкрепляет эту кассету сдачей для, соответственно, кассы, которая обслуживает клиентов. Подобного рода устройства реально применяются в Европе, в некоторых французских булочках. Вы можете их видеть. Посмотрите, существуют разные варианты. Система называется Cash Infinity. КОНЕЦ